Всем привет! С вами Василий Лушанский и торговая площадка Redi2Buy. Тем, кто хочет реально разобраться в преимуществах работы на этой платформе, я предлагаю внимательно выслушать президента компании Аркадия Шарова, который проводил сегодня, 18 апреля, конференцию для партнеров компании. Приятного вам просмотра и добро пожаловать на нашу площадку. Будем начинать. У нас сегодня с вами конференция. Меня попросили провести такую конференцию. Все про то же. Поговорить про фонд, поговорить про то, что это такое. Больше рассказать каких-то таких вещей для новых людей, может быть. Давайте, наверное, начнем с этого. Потому что, естественно, идея фонда... Здесь вы понимаете, фонд это некое слово в кавычках, это не инвестиционный фонд. Фонд это от слова не принять деньги, а от слова распределять деньги. То есть это разные вещи. Это прежде всего важно понимать. Потому что в данном случае это как фонд заработной платы, если хотите. В данном случае это фонд, в который стекаются капиталы на определенные суммы. И дальше они распределяются между членами клуба 500. То есть это важно понимать. То есть никаких инвестиций в данном случае не идет вообще. Мы не являемся инвестиционной компанией. Никогда и не являлись. Никогда и не будем являться, наверное. То есть мы все-таки торговая компания. То есть мы занимаемся тем, что мы создаем товарооборот. Да, продвигаем те или иные товары и услуги. То есть и, собственно, на этом зарабатываем. Но, в чем здесь фишка вот этого фонда? Создавая сегодня вместе с вами, да, то есть каждый из нас совместно, создавая сегодня, то есть клуб 500, создавая сегодня даже не клуб 500, а просто саму площадку, то есть marketplace, да, то есть мы это делаем с вами совместно. То есть и вот об этом я хотел бы поговорить, то есть рассказать вам, то есть что такое вообще фонд, что в него входит, откуда деньги, почему компания делится деньгами, то есть какой ей в этом выгода, какая в этом выгода. Ну вот о таких простых, может быть, вещах, то есть, ну, может быть, сложных вещах, но превратить их в простые вещи. Значит, смотрите, начнем мы вот с чего. Что входит в фонд? Ну, то есть, как я уже говорил, то есть в фонд входит несколько источников дохода, то есть это то, на чем зарабатывают, в принципе, торговые площадки. Они зарабатывают на доставке, если они занимаются доставкой, они зарабатывают на платежных сервисах, доставке, то есть marketplace они зарабатывают на рекламе, то есть это очень большой источник дохода, то есть это важно понимать, и они зарабатывают, то есть на товарообороте. Вот четыре составляющих мест. Давайте разберемся, четыре составляющих кусочка, да, давайте разберемся с каждым. Ну, давайте сначала разберемся, наверное, с доставкой. Ну, вот вы должны понимать, что если, как бы, ну, тот же Amazon, он продает, там, бездневно, он отправляет, там, 4 миллиона посылок и порядка, там, 12-15 миллионов пакетов, то вся эта доставка, она так или иначе платная. То есть даже если она бесплатная, то она включена в стоимость товара. И вот когда мы с вами на Алиэкспрессе, на Алибабе, на Амазоне, на Таобао, там, на Яндекс.Маркете, да на любом маркет-плейсе мы покупаем товар, так или иначе, когда нам товар доставляют, кто-то за эту доставку платит. То есть, в конечном итоге платим мы клиенту. То есть она либо включена в стоимость товара, и нам кажется, что этот товар бесплатно доставлен, но это не так. Либо нам предлагают по-честному заплатить стоимость доставки. То есть это совершенно точно. То есть бесплатно это никто не хочет. И, соответственно, вы должны понимать, что почему люди покупают, почему люди делают покупки через интернет, то есть в чем здесь фишка, почему это их монет-то, то есть что происходит-то, почему люди идут. Во-первых, дешевле, то есть во-вторых, количество товаров, и в-третьих, потеря времени, то есть экономия времени. То есть смотрите, допустим, в США сейчас набирают, почему Amazon купил там сеть супермаркетов Health Food, то есть это уникальные супермаркеты. Я в США был, это просто фантастика. Вы, к примеру, подходите просто к стене, огромная стена, и она вся уставлена небольшими ящиками, где-то 50 на 50 сантиметров, с яблоками. То есть, во-первых, она длинная, она, я не знаю, метров, наверное, 20, да, и она в высоту, ну, человеческий рост, то есть на уровне глаз, ну, где-то метр восемьдесят, наверное, метр семьдесят, вот так вот. И представляете, вот такие небольшие ящики, они все с разными видами яблок. И все эти яблоки, они выращены экологически чистым способом. Я, эти яблоки, ну, с ними проблема, с этими яблоками, они не хранятся дольше двух дней, поэтому, когда я в первый день там накупил, да, то есть этих яблок разных сортов, значит, я на третий день у меня не все испортились, и я на следующий день, то есть, там, стал брать по одному яблоку. Вот, а у вас там свежайшее мясо, у нас свежайший хлеб, у нас вот свежайший прям вот пекарня, она тут же в магазине, тут же пекут. Причем там нет каких-то, знаете, ну, то есть там очень много выпечки без сахара, допустим, да, которые сделаны там на каких-то, на какой-то клетчатке, это по вкусу как торт, но на самом деле это не торт, а на самом деле калорий там минимум и так далее, и так далее. Ну, мечта идиота, да, то есть, как-то можешь просто заточить тортик, то есть там весом в килограмм, одном калории, ну, я не знаю, как в двух яблоках, то есть, безусловно, это фантастическая штука, это классно. Так вот, вот этот хелсфуд, сеть хелсфудов купил Амазон. И представьте себе ситуацию, то есть сегодня это абсолютно логично, если об этом задуматься, то есть люди не ходят в магазин. То есть не ходят. Они просто сидя на работе, они делают заказ еды. То есть, ну, мы же с вами знаем, даже вот каждый из нас с вами знает супермаркет, в который он ходит. И каждый из нас с вами с закрытыми глазами, то есть в принципе может объяснить, то есть где на какой полке стоит какой товар, который мы покупаем. Ну, это же каждый делает, согласитесь? То есть как-то отреагируете? Да, так или нет, не так. И вот, но я считаю, что это так. И вот даже этот продукт покупают, вот эти продукты питания люди покупают. Они знают, что они уезжают с работы в 5, что они там в 6-6.15 будут дома. И на 6.30, допустим, они точно заказывают доставку этих продуктов. Смотрите, какая штука. Раньше человеку нужно было что сделать? Ему нужно было сработать, доехать до супермаркета, куда ехали все. Значит, там в этом супермаркете, как вы знаете, в конце рабочего дня просто столпотворение. Там, значит, все это дело купить. Потом, значит, все перейдь домой. Значит, все это в пакеты сложить. Потом из пакетов дома это разложить. И так далее. То есть это потеря. Потеря даже в не очень крупных городах. То есть это потеря час. То есть это потеря часа. Вот с таким функционалом, который сегодня предлагается благодаря Amazon и Health Food, то есть уже в США, то есть вы абсолютно спокойно можете делать покупки онлайн. В Европе то же самое. Допустим, Максима сегодня, сеть супермаркетов Максима, вы можете делать заказы онлайн. То есть вообще без проблем. То есть и в этом есть логика, в этом есть логика сделать это онлайн. Понимаете, то есть это будет происходить все дальше и дальше. Это экономит время, это экономит деньги, это дает больше выбора. Именно поэтому люди это делают. Они делают эти покупки, это не избежать. На сегодняшний день мы говорим о доставке. То есть каждый товар, который поставлен, то есть в нем заложен, в его цене заложены деньги на доставку. Теперь представьте себе 4 миллиона пакетов в день, которые доставляет Amazon. Если даже в среднем вы зарабатываете по 1 доллару, вот просто по 1 доллару, это значит, что одна простая вещь, это 4 миллиона долларов в день. Значит, если вы, то есть вот просто 4 миллиона долларов в день умножите на 365 дней, то вы получите почти полтора миллиарда. И сумма вдруг кажется внушительной. Она реально становится огромной. И здесь вы можете мне сказать, Аркадий, но 4 миллиона в день, да, мы здесь поняли, 365 дней, да, мы здесь поняли. Это полтора миллиарда, но вы же не Amazon. Я вам скажу, да, мы не Amazon. Но даже если вы умножите это на 1%, то это доход порядка 15 миллионов в год. Всего лишь 1%. Это 15 миллионов в год. Это большие деньги. То есть, поэтому доставка, это такая вещь, которая будет приносить огромные деньги. Вы можете сказать, с чего вы взяли, что вы умеете это делать, и что вы как компания это можете делать. Я могу вам сказать, в самой длинной стране в мире, в Российской Федерации, от Сахалина до Калининграда, то есть мы имели 86 своих собственных, я подчеркиваю, собственных складов, как компания, и более сотни различных продуктов, которые бьются, которые замерзают, которые мнутся, то есть мы доставляли по всей стране. То есть во Владивосток, то есть мы отправляли товар за 3 дня. То есть по сути, по сути, да, то есть вот длиннее страны вы не можете для нас придумать. То есть вот самую сложную страну, мы с этим взяли. Да, то есть когда там какие-то ледяные дожди, когда там бьется куча товара, когда уровень коррупции запредельный на местах и так далее, и так далее. То есть мы все это, скажем так, ну вот хапнули, посмотрели, как все это работает. Поэтому напугать нас чем-то, ну, вы не можете предложить более сложные условия, чем мы для себя прошли. Поэтому эта тема для нас понятна. Мы понимаем, как это должно функционировать. Мы с этими складами в общей массе сделали более 80 миллионов евро продаж. Мы знаем, как это функционирует. Рекорд у нас 1 миллион долларов за 3 часа продажи. То есть каждый товар стоил по 100 евро. Ну вот поделите, да, то есть вы получите количество товаров, которые мы способны обрабатывать за 3 часа. То есть и, соответственно, рассылать, функционировать. И система у нас не упала, она работала, функционировала и так далее. То есть мы это можем делать. Теперь смотрите, то есть если говорить о, откуда эта доставка берется, естественно, она берется от нашей с вами работы. То есть чем большее количество людей является членами клуба, почему только они делают? Дело в том, что только мы с вами, члены клуба 500, имеем вот эту каскадную ссылку. И это абсолютно нормально, потому что, ну, в нашем случае соотношение, в случае с нашей компанией, соотношение дистрибьюторов клиентов, то есть оно будет порядка 5% максимум от всех покупок, это будет дистрибьютор, и 95% всех покупок, то есть я даже думаю, что 97% это будут клиенты. За счет чего мы этого достигаем? Мы сделали то, чем не делала ни одна компания в мире за всю историю сетевого маркетинга. То есть мы придумали для дистрибьюторов инструмент, самостоятельный инструмент по построению клиентских сетей. То есть это не какая-то воронка продаж, это не какая-то презентация, это не какой-то красивый сайт, это не какой-то суперпродукт, который привлекает клиентов, это не какая-то реклама. Нет. Мы первые, кто положили по сути, то есть мы дали возможность получать клиенту деньги, если хотите, в кавычках, на его счет, и он может на них пойти купить продукт. Понимаете? То есть на сайте площадки, то есть мы говорим клиенту, зарегистрируйся, получи 50 евро, подпиши, то есть пригласи людей, раздай ссылку, и за каждого ты получишь тоже по 50 евро. То есть вот этот механизм, он дает возможность выстраивать огромные клиентские сети. Естественно, поэтому только Клуб 500, потому что именно эти люди, они имеют клиентские ссылки. Естественно, вот когда вы понимаете, вот каждый из вас здесь присутствующих, он понимает, что, то есть чем больше будет клиентов, тем больше будет доставок. Чем больше будет доставок, тем больше будет прибыли от доставки. И половина от этой суммы будет идти в фонд Клуба 500 и делиться между нами с вами, то есть в зависимости от количества единиц, которые мы получаем. Вопрос. У каждого из вас есть мотивация раздать эту ссылку не 10 людям, а 20-30, как можно больше на количество людей. Мы с вами прекрасны. Это вопрос. Если вы ответите на него, будет здорово. Ведь здесь же мотивация, она очень простая. Ты четко понимаешь, если ты 10-рым ссылку дал, ты же не просишь, чтобы они деньги заплатили. Ты же не пытаешься их куда-то мотивировать, ты же не пытаешься их куда-то заманить или что-то еще. Ты им говоришь простую вещь. Ты им говоришь, послушай, если ты сейчас зарегистрируешь, у тебя 50 евро на счету. За каждого, кого ты зарегистрируешь, еще 50. И они точно так же получат свои 50, и они могут раздать. Как это работает? Я для Менечков объяснил еще раз. Смотрите. Допустим, вы раздали ссылку 10 людям. Вы не убеждаете их купить. Вы не говорите, зарегистрируйся, получи 50. Почему они регистрируются? Потому что они получают свои 50 евро. То есть это их личная мотивация. Второй момент. Они раздают эту ссылку каждой 50 людям, сумма получается 50 человек. Во-первых, почему эти 50 зарегистрировались? Потому что у них у каждого есть личная мотивация получить 50 евро на счет. Второе. А почему предыдущие вдруг раздавали? Потому что у них своя мотивация, своя, заметьте, это не будет мотивировать, а у них своя мотивация раздать, потому что за каждого по 50. И вот они ваши 50 человек. Они, почему они раздавать ссылку? Потому что они за каждого получат по 50 евро. И они это хотят. И они ее раздают. Почему люди, которым они дают ссылку, они регистрируются? Потому что каждый из них получает 50 евро. И так у вас 250. И эти 250 хотят раздавать. почему за каждого получит 50 у нас является 500 дают то есть него и у вас получается там 1250 по каждый по 5 почему эту 1250 зарегистрировали было потому что они получили 50 киль почему эту спички хотя быOOOOOO сделал хочет раздавать потому что просто вы изучите в описании потому что как раз до 500 очень он очень простой очень галин так estás с why visit all filled us water колон rapping and but you could из вашего города в другие города в другие страны у вас выстраивается огромный сеть сегодня достигнут выходит каждый день и видеть что там 20 человек зарегистрировались 30 в день 50 то есть вроде как немного но давайте подумаем о том что 20 человек в день 20 в день это 600 в месяц вы понимаете что даже если это просто 10 месяцев это более 6000 человек даже если ты с каждого клиента зарабатывать по 2 евро послушайте это 12 тысяч евро доход вот в чем смысл и ты в этот момент абсолютно нормально ты запустил механизм которые за привели к тому что построилась большая клиентская сеть там 10 тысяч 12 5 тысяч кого-то 20 кого-то 30 тысяч разные цифры но абсолютно нормально что благодаря этому благодаря тебе благодаря членам клуба 500 люди стали покупать на площадке вот здесь важный вопрос почему клиенты покупают слушайте давайте вспомним их на счету лежит 50 евро он хочет их потратить потому что они ему достались но в виде подарка извините на халяву его это волнует он хочет потратить просто а вдруг заберут и он их тратит и в тот момент когда он их тратит он знакомится с площадкой вдруг понимает что есть товары которые даже с доставкой уже к нему домой стоит дешевле чем просто в интернете на других сайт он понимает как это функционирует не понимает как это работает он понимает что он связывается с каким-то конкретным на продавцам а никакой таки безликой компания расположена день с китае или где-то еще он понимает что они послед осваиваются с предпринимателем человеком который продвигает свои товары свои услуги то есть который этим озабочен который горит этим то есть он получает такую музею штучную штуку для работу общения с этим с этим продавцом да очень важный важная вещь это очень важная вещь и в данном случае естественно так как каждый из нас прикладывают руку к тому чтобы доставок было много абсолютно нормально что половина вот этого изделиться между людьми дальше второй момент это платежная система безопасная система платежей дает возможность клиенту не переживать что ломан то есть ты как бы заплатил деньги продавцу но эти деньги до продавца пока не дошли и не дойдут пока ты не получишь товар или на тот который ты заказал и это очень большая штука очень большая вещь потому что в этом случае но абсолютно нормально что у тебя безопасным система платежа и так как у тебя но вот есть люди которые данные безопасные системы платежа наберут процент я соглашусь с вами да они берут процент 25 процентов но давайте с вами посмотрим насколько дешевле стоят товары на маркетплейсе то есть вот на торговой площадке я могу сказать я вот совсем недавно выходил но вчера недалеко вчера я изучал на маркетплейсе у нас куртки парки соломо и в соломо вы знаете они стоят порядка трех тысяч евро у нас на площадке они стоят полторы то есть разница есть почему такая разница в цене а я могу вам сказать потому что это не тот товар который покупается каждый день пачками то есть потому что по три тысячи евро себе зимнюю куртку покупает далеко не все причем еще и куртка которая внешне выглядит как просто обычная ветровка с меховым капюшоном то есть там больше ничего не понятно и только наметанный глаз тех людей которые знают они понимают чем выходит и вот я могу вам сказать что я вчера сидел на сайте у нас я смотрел просто тут несколько парок я понимал что я могу купить у меня просто самого парка и в соломон я понимал что за цену за который я купил за почти за три я бы купить две парки и вы знаете очень большой соблазн почему они из состояния продавать ну представьте я продаю парки в соломон я должен арендовать помещение значит где все это будет красиво у меня должны быть продавцы значит я продаю какое-то количество этих парок но я не продаю же каждый день по 10 штук соответственно я за месяц в лучшем случае продам их там 20 30 там 15 и вот на эти 15 парок я должен заложить в их цену стоимость аренды магазин стоимость продавцов стоимость налогов стоимость всего и поэтому купил то я их по одной цене понимаете а продал я в три четыре раза дороже но когда у меня нет такой необходимости когда я продавец я купил эти парки эти шубы эти ботинки мне не надо открывать дополнительную торговую точку мне не надо тратить деньги на зарплату сотрудников мне не надо вот на этом все тратить деньги то моя цена товара резко снижается я купил за 1000 я готов продать за полторы не за три я раньше продавал за три получал свои пятьсот прибыль а тут я готов продать за полторы и получить точно так же свои пятьсот прибыль понимаете для меня как для предпринимателя ничего не меняется поэтому на маркетплейсах безусловно цены на товар они гораздо ниже чем в обычных традиционных магазинов поэтому на сегодняшний день если вы пойдете в интернет и начнете искать там допустим там в америке закрываются магазин до забьете в google то вы увидите там десятками тысячи закрываются магазин потому что они не способны конкурировать чисто техническим цена они не способны конкурировать в ценообразование с marketplace безусловно пока на площадке еще все-таки вот эта культура продавцов она только начинается безусловно они только сейчас начинают изучать и понимать как это происходит но как компания наблюдаем что приходят продавцы и они сначала даже вообще там носили ставят они там ставят за 100 евро товар анонсию потом они постепенно побывали на одной школе на 2 на 3 не понимает что послушай у тебя тут твои партнеры в моем случае в этом это твои дистрибью мои дистрибьюторы да и они становятся твоими партнерами и соответственно ты должен заинтересовать они должны быть они должны работать с собой в спайке и мы видим как эти же предприниматели они начинают менять цены они начинают давать какую-то большую сумму силу они начинают там понимать как выстраивать там взаимоотношения с дистрибьюторами какие фотографии лучше давать какое описание лучше давать ведь и нам с вами нужно было время для того чтобы понять я вообще традиционные мелкие последние предприниматели это вообще кто это что за птицы это как вообще должно функционировать да и что я должен делать как бы да и как это должно двигаться то есть это процесс который идет но платежная система это то что несмотря на то что наценка идет за безопасный платеж там от 2 до 5 процентов разных службах да тем не менее за счет того что цена на товары снижены в несколько раз то есть она просто дешевле 20 30 40 50 процентов от рынка за счет этого расходы вот этим с момента что купил продукты заплатил за доставку и заплатил процент платежной системе несмотря на это то есть тебе все равно выгоднее да по деньгам это покупать и поэтому смотрите один момент в фонде это доставка это огромные деньги колоссальные платежные системы то есть это тоже огромные колоссальные деньги то есть огромные колоссальные деньги потому что но возьмите к примеру там товарооборот но вот там те же 4 миллиона и не знаю посылок мы просто считаем на примере амазона вы так и будем читать те же 4 миллиона посылок но представим что они каждый по 10 долларов там среднем цена этой посылки купил но умножьте это там на три процента вы понимаете что это миллион 200 день то есть 4 миллиона посылок да то есть умножаем их на 10 долларов 10 евро каждый 40 миллионов и умножаем просто на 3 процента от этой суммы то есть это просто за счет того что ну как бы это безопасно система безопасных платежей оказал услугу это один миллион 200 долларов прибыли в день вот понимаете это огромные деньги то есть один миллион 200 это но это 300 400 это 500 миллионов до 500 миллионов в год и вот это тоже очень большая сумма и от чего зависит количество этих безопасных платежей опять же от нас от членов клуба 500 и того какие клиентские сети мы построим и здесь важно понимать да что ты можешь просто раздавать ссылку один но тебя может быть пять шесть дистрибьюторов и ты и плюс пять шесть дистрибьюторов будут раздавать эту ссылку естественно если у тебя 5 6 дистрибьюторов то вы вместе создадите гораздо больше клиентскую сеть а соответственно вы вместе увеличите точно также да то есть товарооборот компании и вы увеличите то есть количество денег поступающих фонд и абсолютно нормально да что собственно у тебя единиц больше если у тебя там пять дистрибьюторов то у тебя больше единиц на фонде чем там у того кого один дистрибьютор если у тебя в первой линии там десять-пятнадцать дистрибьюторов членов клуба 500 абсолютно нормально что единиц больше что ты сделал больше потому что то есть благодаря тебе то есть скорость роста сети клиентская она выросла в несколько раз и абсолютно нормально что ты получаешь от этого вознаграждения просто я почему об этом рассказываю сейчас об этом говорю вот в таком тексте я стараюсь конечно по простому рассказывать да то есть не знаю получается у меня или нет потому что рассказываю потому что очень многие люди они они им нравятся идеи но они бескуражены как это как откуда деньги почему это все почему компания делится почему почему это происходит а вот смотрите как если мы с вами спокойно начинаем разбираться то насколько насколько логично укладывается абсолютно понятно что ну да естественно как мы члены клуба 500 это дистрибьюторы у них клиентские ссылки они растят клиентскую сеть клиенты делают заказы платят за доставку ну нормально что с этой доставки дистрибьютором должно чего-то то есть достаться но да эти люди они привели клиентов и клиенты делают платежи и на платежной системе компании зарабатывают деньги и абсолютно нормально что как бы компания то есть что компания делится с этими людьми этими деньгами они зарабатываются тоже день что касается платежной системы один человек мне сказал такую вещь ну это еще когда будет там вот неизвестно слушайте ну давайте разберемся когда это будет ну во первых что касается доставки когда это будет это уже сегодня работает функционирует можно выставлять с деком по россии тут из испании вопрос задавался то есть а как я могу а у нас есть самовывоз клиентам это значит клиент покупает товар у вас и он отправляет вам свою службу доставки то есть он указывает службы доставки адрес и говорить вот езжайте в испанию и там заберите с испании вот такого адреса заберите и привезите мне товар сюда ну не знаю допустим в лондон или в праву или в ригу или в таллин и второй момент очень важный вы как продает сами можете отправить товар то есть когда этот нос самодоставка вы определяете чтобы клиенту готовы там по европе доставлять за такую цену все и вы вызываете службу доставки которые удобно вам его абсолютно спокойно отдаете им товар не доставляет но как компания то есть будем продолжать подключать новые новые службы доставки чтобы они были точно также у нас на сайте вот но это такое некое вступление но по платежной системе да то есть по доставке это уже все функционирует это раз поэтому в данном случае что значит когда это будет это уже есть вопрос заключается в том что при наборе количество клиентов в компании то есть вся доставочная система нас течется просто в один эпицентр в один центр и управлять и заниматься этим будет точно тот же человек который это все делал для проекта изи life и значит это все соберется в одни руки и абсолютно спокойно будет функционировать точно так же как это функционировало и функционирует сейчас теперь что касается платежной системы когда люди говорят значит но человек не стал когда это будет дальше сделал я зашел бы к офис я взял с одного логина со своего логина ну я у меня есть мой логин внутри системы вот чтобы я мог смотреть как все происходит как работает я со своего логина отправил деньги на другой логин просто я поставил сумму нажал кнопку я задам вопрос сколько на сегодняшний день времени занимает перевод с одного денег перевод денег с одного логина на другой внутри компании вот скажите мне пожалуйста сколько вот если я беру со своего логина допустим ларисе лесовой беру иди вписываю пишу отправить 100 евро сколько времени займет перевод вот у меня вопрос к вам сколько времени займет денежный перевод ответьте пожалуйста вот вы сами видите ответ что это происходит мгновенно то есть мгновенно то есть ты тут же выходишь на логин то есть лариса лисовая тут же обновить свой логин она тут же внутри системы увидит перевод денег у себя на кошельке а вы понимаете что эта программа для платежной системы созданная уже вы понимаете что ну как были здесь есть люди которые эту программу использовали абсолютно спокойно заводя в нее деньги с карты банковской выводя деньги на банковскую карту то есть это весь функционал который работает соответственно в нашем случае нам нужно просто подключить один единый мерфи аккаунт но это не заморачивайтесь с банком просто подключается и все то есть поэтому в данном случае программерски то мы готовы полностью то есть до юридически то есть это тоже в принципе точно это просто процедура это просто получение одной единой лицензии это просто использование банков которые уже занимаются безопасными системами платежей у которых есть отделы по решению конфликтных каких-то вот этих вещей конфликтных запросов и от этого банки зарабатывать то есть они 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 просто то есть не какой-то маленький процент на минимальный вообще копеечный то есть на самой сделки вот и собственно все но так как ты открываешь свой марч аккаунта все то есть как бы это полностью твое и банки только зарабатывать каких-то конфликтных сделках поэтому с удовольствием не решают то есть поэтому в данном случае то есть чистить чисто технически увидишь опять полная готовность да и это огромные деньги ну и конечно реклама друзья на реклама это фантастический источник дохода я вам показывал слайд 2018 году за первые три месяца фейсбук на рекламе заработал более 5 миллиардов долларов это конечно фантастика это фантастика и вы можете мне сказать да но это фейсбук конечно да это фейсбук безусловно фейсбук но на самом деле вы должны понимать что еще с точки зрения интернет рекламы ничего не началось вот еще ничего не началось что значит что amazon захватил только 4 процента розничных продаж сша вот от всех продаж от всех товаров которые продаются то есть это 2017 только 4 процента всех розничных продаж а это знаешь 96 процентов рекламы было еще в телевидении в телевидении, то есть вы понимаете, то есть 96% рекламы еще в телевидении, то есть 96% продавцов, 96% всех еще платят в телевизор, в газеты, в билборды, они еще все платят туда, но понимаете, дело в том, что билборд, вы едете на машине, это вот такие плакаты, которые стоят вдоль дороги, вы можете о чем-то думать, вы отвлекаетесь, ваше внимание привлечь сложно, но когда вы сами выходите в фейсбук, когда вы сами выходите, допустим, на торговую площадку, например, Ready2Buy, Amazon, AliExpress, вы туда идете уже целенаправленно, как клиент, вы идете уже делать покупки, вы уже идете с деньгами, с деньгами, и этот билборд вы точно увидите, потому что он у вас прямо перед глазами, это первая страница, вы все равно увидите эту рекламу, то есть эта реклама более эффективна, и по большому счету, я еще раз подчеркиваю, ничего не нужно, даже фейсбук со своими 5 миллиардами за 30 месяц, и это круто, это круто, но я могу вам сказать, что еще ничего не началось, да, вообще, просто, потому что это только 4%, если бы, допустим, Amazon захватил не 4%, а, к примеру, 14, то эта сумма была бы у фейсбука не 5 миллиардов, она была бы где-то около 50 миллиардов, 50-60 миллиардов, потому что, ну, это бы значило, что пропорционально развивается весь рынок, то есть, ну, вы понимаете, если растет Amazon, растет Facebook, и если растет Facebook, растет Amazon, то есть, это взаимосвязанные вещи, да, то есть, соответственно, если растет количество людей на Amazon, растет количество рекламы на Amazon, растет количество денег, заработанных на Amazon, и реклама – это огромные-огромные деньги. И здесь получается такая вещь, что как бы вы получаете деньги, прям пропорционально количеству людей в вашей сети клиентской да то есть если вы выстраиваете клиентскую сеть у вас ну как вот один человек допустим он десятерых позвал в первую линию 10 плюс 1 по 500 10 членов клуба естественно у него куча единиц и естественно когда делится фон ему достается больше чем человеку который просто чем 500 это абсолютно нормально почему потому что этот человек 10 раз запустил клиентские ссылки у него благодаря его подписание может быть в структуре клиентской 10 20 30 40 50 100 тысяч клиентов и когда какие-то крупные бренды они платят деньги за рекламу то вы понимаете что абсолютно нормально что если вашей сети там 10 тысяч клиентов вы получаете больше не жалею чем чок которого 5000 человек а человек которого 50 тысяч клиентов он должен получить больше денег чем вы у кого 10 кю Sorano 10 абсолютно нормально и опять же здесь видите увязано да то есть мы каждый сегодня создаем вот этот некий рекламный потенциал то есть рекламный потенциал Причем, заметьте, мы не занимаемся продажей баночек, не занимаемся продажей косметики, пищевых добавок, бытовой химии или уникального какого-то продукта своей компании, финансовых услуг, криптовалюты или что-то еще. Нет, это все существует, это все есть, это все очень классно, это супер, но мы не хайповая компания, мы не пытаемся поймать какой-то хайп, который неизвестно, выстрелит или не выстрелит. Знаете, такая некая мода, ура, новый проект, тут такая супертехнология, суперфантастика, то, суперпятый, супердесятый. Да, все классно, допустим, очень много говорилось о биткоине в позапрошлом году, когда биткоин стоил по 20 тысяч, говорилось, насколько он вырос, какая капитализация, то есть, что там супер, такая капитализация рынка криптовалют, но дело в том, что мало кто знает, что в тот же самый год товарооборот системы виза вырос больше, больше, чем вся капитализация была на тот момент криптовалютного рынка. То есть, они в год выросли больше, понимаете? То есть, причем они там чуть ли не в два раза больше выросли за год. То есть, ну, грубо говоря, капитализация была там 300 с чем-то миллиардов, а там виза выросла почти на 600 миллиардов товарооборот. Понимаете, это ни в какие сравнения не идет. То есть, это как бы стабильный, плавный бизнес. То есть, мы забываем о том, что когда мы продвигаем свою компанию, когда мы говорим о том, что это наша компания, мы на своих суперпродуктах зарабатываем и так далее, мы забываем при этом, что самый богатый человек мира просто владелец Амазона. Он просто владелец Амазона, просто создает условия для того, чтобы люди делали там фантастические вещи. Я могу вам сказать, что Алибаба, Алиэкспресс, они очень недооценены, потому что сегодня Алибаба делает там 12 миллионов посылок в день, не учитывая пакетов, просто коробок. То есть, если 4 миллиона делает Амазон, то 12 миллионов пакетов в день делает Алибаба. Слушайте, ну это фантастика. И мы Алибабу пока не видим, потому что Алибаба все, что зарабатывает, бахает обратно в проект. То есть, просто практически все. Они инвестируют кучу денег. Они сейчас Алиэкспресс открывают для европейских бизнесов. Но опять же, они для крупных компаний, не для мелкого среднего бизнеса. Я просто, за что это говорит, за то, чтобы вы понимали, что это компании, которые делают революцию. Фантастически. На тот же Алибабу работают больше 40 миллионов человек официально на сегодняшний день. Вы представляете, логистика какая должна быть выстроена? Представляете, что там люди должны понимать, 40 миллионов человек – это страна. Мы возьмем президента любой страны и спросим его, а ты знаешь, что делает там слесарь Вася, проживающий в какой-то деревне, где-то там на окраине твоей страны? И президент страны скажет нет. Я вам могу сказать, что владелец Алибабы, он знает, что делает конкретно сотрудник Вася, который работает, я не знаю, где-нибудь в Парагуае, в Уругвайе или еще где-то. Он это знает благодаря программам. Он видит, он может вбить ID этого человека, посмотреть и увидеть, что конкретно делает этот человек Вася. И он видит это в общей статистике, он понимает, как это все функционирует, как это работает. То есть это принципиально вообще новый формат функционирования существования как таковой. Если об этом задумываться, это сносит мозги. Вы просто подумайте о том, что это просто уносит мозг. И вот это соотношение доставки платежных систем, рекламных денег. Здесь вообще прогнозов просто не берусь, потому что это сотни, миллиарды, миллиарды и миллиарды рекламных денег. И вы можете сказать, да нет, Nike никогда не будет рекламировать. Слушайте, Nike, Лагерфельд, куча различных брендов, зайдите к звездам в Инстаграм, и вы увидите, как Лореаль платит какой-нибудь девочке, у которой просто куча подписчиков, а она там с косметикой Лореаль говорит, «Ой, вы знаете, такой крем классный или шампунь классный, мне так нравится и так далее». И эта девочка получает там 50-100 тысяч долларов за эту рекламу. И почему Лореаль там это делает, почему Nike это делает? Потому что они понимают, что в этом случае их рекламу увидит совершенно четкая, конкретная адресная публика, которая любит этого конкретного человека. И это конкретный человек абсолютно частное лицо, но он сумел создать вокруг себя вот этих так называемых фолловеров, которые следят за его жизнью, и факт того, что он одел их продукт или использовал их продукт, продвинет их продукт. Понимаете? То есть получается непрофессиональный человек, который вообще... Причем это абсолютно разные люди, там такие есть персонажи, есть очень умные, есть абсолютно такие тупые, непроходимые, есть там просто как пробка, да, то есть люди. Но посмотрите, насколько гениален проект, допустим, в России Ольги Бузовой. Ну то есть вот этот образ глупой блондинки, но при этом она выпускает все, что можно выпускать, и зарабатывает на всем, на чем может зарабатывать, поэтому, вы знаете, по поводу того, что Бузова глупая, я бы подумал, то есть я не сторонник Бузовой, мне не нравится этот персонаж, но это абсолютно неважно, да, с точки зрения бизнеса, это огромный персонаж, который, то есть аккумулирует вокруг себя огромные деньги. Возьмите Кардашьянов, там Ким Кардашьян, кто знает Ким Кардашьян, а кто следит за Ким Кардашьян, это девушка, которая сделала огромную попу популярной, да, то есть раньше женщины смотрели на себя в зеркало и думали, надо что-то с попой делать, потому что попа растет, надо как-то ее скинуть. Сегодня Кардашьяны, они изменили эту ситуацию, они сказали одну простую вещь, чем больше задница, тем ты более красивая, поэтому ешь, кушай, то есть самое главное, чтобы она росла. И женщины по всему миру, они смотрят эти шоу, они смотрят то, что делает их семья, у них постоянный нон-стоп какой-то телешоу, у них куча всяких разных проектов, это семья миллиардеров, то есть они зарабатывают деньги миллиардами долларов, реально миллиардами, каждый, не просто там все вместе, а каждый из членов семьи зарабатывают миллиардами, да. Ну, чтобы вы примерно понимали, то есть я тут недавно буквально сейчас вспомнил, вчера наткнулся на статью, что за последние там 10 лет Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров и Кристина Арбакайте все вместе заработали типа на семью 200 миллионов. Вы понимаете, что эти Кардашьяны за счет того, что у кого-то из них однажды появилась большая попа, то есть они зарабатывают больше, каждый, каждый, больше миллиарда в год, просто больше миллиарда. Это фантастика, да, вот что такое новый современный мир, который выходит, то есть, ну, за рамки понимания. И огромные рекламные деньги, они текут сюда, да, именно сюда, потому что вы в состоянии прорекламировать. Абсолютно нормально, что мы хотим разделять эти деньги с вами, не потому что мы такие щедрые, а потому что мы хотим вас заинтересовать как можно больше и совместно с вами построить компанию, и совместно с вами выстроить эту систему, и вместе с вами разделять эту прибыль, больше ничего. То есть это абсолютно нормально, потому что вы без нас этого не сделаете, мы без вас это тоже не сделаем. То есть, соответственно, нет, вы можете пойти в другие компании, мы можем взять каких-то других дистрибьюторов, это все ясно, но это совместная форма выбора, то есть, вот именно функционирование таким образом. Ну, естественно, это процент от товара оборота, то есть, это как бы определенные деньги, которые заложены в маркетинг-план, которые мы готовы точно так же делить с дистрибьюторами, кроме маркетинг-плана мы готовы разделять, и это абсолютно нормально. И почему появляется Клуб 500? Потому что людей, которые зарегистрированы в компании, их становится все больше и больше. Это клиенты, это клиенты, это клиенты. То есть, ну, я могу вам сказать, что, допустим, на сегодняшний, на вчерашний день, на вчерашний день, то есть, вот просто за, с 8-го числа за 10 дней, было зарегистрировано 1854 клиента. Хотя, никто из нас с вами сейчас клиентами вообще не занимается. Вы понимаете, то есть, почти 2000 клиентов было зарегистрировано в тот момент, когда никто с вами, вот из нас с вами клиентами не занимается вообще. То есть, нам сейчас некогда. То есть, вы понимаете, что если бы мы занимались этим, то за эти же дни, за эти 10 дней, то есть, ну, просто по 2000 в день это бы заходило. Да, но об этих технологиях мы поговорим позже. То есть, получается такая петрушка, смотрите, что сам фонд, еще раз говорю, это не инвестиционная тема. Это, как бы, место, куда стекаются прибыль от платежных систем половина, от доставочных платежных систем половина, от рекламных контрактов половина и от товарооборота. Процент стекается туда и разделяется внутри этого фонда согласно количеству единиц, которые вы имеете. Теперь очень важный аспект. То есть, очень важный аспект, который мне хотелось бы осветить. То есть, ну, по деньгам получается в фонде, ну, там просто очень хорошо. И сегодня, понимаете, мы совместно с вами это строим. То есть, от того, насколько каждый из нас с вами сегодня в этом участвует, ну, либо мы строим быстро и много, либо как бы мы, то есть, мы как компания все равно построим быстро и много. Вопрос заключается в том, сколько каждый из вас от этого захватывает. сегодня. Сколько он захватит. Очень важный аспект. Важно понимать, что на определенном этапе клиентской ссылки больше не будет. То есть при достижении определенного количества клиентов, мы выключим ссылку, она не будет больше работать. То есть, соответственно, то, что вы успели построить, то вы успели построить. При определенном этапе двери в клуб 500, они будут закрыты. То есть, просто новых членов клуба 500 больше не будет. То есть, это будет такой закрытый уже. Клуб, в него войти новым людям будет нельзя. То есть, это будут только те, кто сейчас. Вы можете сказать, как-то так не бывает, это невозможно. Я вам про простой пример поведу. Что происходит с каскадной ссылкой? Допустим, 10 тысяч человек зашло в месяц клиентов. У всех этих 10 тысяч клиентов ссылка работает 31 день. Они каждый пятерым раздали 5000, 5 раздали пятерым 25, 25 раздали пятерым 625, 625 раздали пятерым. То есть, это 3 миллиона 125 тысяч. Достигая цифры в миллион клиентов, я задам вам вопрос, есть миллион клиентов. Зачем нам еще теперь раздавать ссылки, чтобы росла клиентская сеть? Когда мы можем просто расти за счет обслуживания этих клиентов, за счет того, что клиенты довольны, за счет того, что им это нравится, устраивать какие-то скидки, промо-акции, что-то еще? Зачем тогда компании, получается, то есть, нужна еще раздавать такое количество денег? незачем. Миллион есть. Все. И, соответственно, то есть, этот миллион, он либо в ваших структурах, сколько это построено, либо не в ваших. То есть, зачем нам снова клуб 500, да? То есть, вот он есть, он сейчас есть. Туда вошли люди, они делят определенные единицы. Мы достигли вот этой цифры, по-моему, миллион клиентов. Вопрос. Зачем нам еще большее количество членов клуба, чтобы что, чтобы, то есть, как бы мы построили, а на них на всех делить? Ну, на определенном этапе вы сами скажете, скажете, слушай, президент, ты как бы давай, мы тут клиентские сети понастроили. У меня там, с самого начала я строил, у меня там 40 тысяч клиентов, у Васи там 50, у Люси 150, у Джорджа там 250. Слушай, приходят новые люди, и мы почему-то должны, то есть, мы как бы, ну вот, с наших сетей идут деньги на контракты, на доставку, на платежные. А почему мы должны делиться, то есть, вот с этими новыми, которые только приходят, и они такие вот, знаете, сели на лавочку, и мы как бы их везем. А зачем? Зачем? Почему они за 500 должны входить? Мы тут делаем 99,9% товарооборота. На доставке, на платежных системах, на рекламных контрактах, на товарообороте. Но почему-то мы должны разделять теперь деньги с этими людьми. Нет. Вы мне сами скажете, что слушай, президент, давай тормози, давай закрываем членство, все, туда больше никто не входит. Мы это построили, это наше. То есть, хватит, мы как бы, ну, пусть хотят строить бизнес, пусть приходят, как рядовые дистрибьюторы, вот маркетинг-кланы строят. То есть, а то, чего они, они пришли тогда, когда уже там тысячами ежедневно идут доставки, тысячами ежедневно идут покупки, но уже там сотнями тысяч ежедневно идут товарооборот, там сотнями тысяч товаров, то есть, десятки, сотни стран, ну, то есть, доставочных компаний, куча, то есть, ну, правильно, а что не верить, вот оно все работает. Но почему эти люди должны сегодня иметь такие же условия, как мы, которые когда-то начинали в самом начале? Это же нормально, правильно? Я вам еще раз говорю, что вы будете первыми, кто скажет, стоп-стоп-стоп, давай тормозим. То есть, давай, то есть, мы это построили, все, теперь пусть новые ребята строят свой успех, пусть у них там будет клуб 300, их личный клуб 100, их личный клуб там 700, как угодно, но вот с того, что они там наработают, вот они пусть там и делят. Согласитесь, что это правильно? Так? То есть, потому что получается, что мы сейчас с вами это создаем, а потом, когда мы все это с вами создали, вдруг приходят люди со стороны, посидеть абсолютно спокойно, погреться у костра, который они не разжигали. Согласны со мной? То есть, вот здесь очень правильно, поэтому вы должны это четко, мы с вами сегодня должны это четко осознавать, что вот это время, которое у нас с вами сейчас есть, оно убегает. Оно убегает каждый день. И даже, вы знаете, мне жалко время, честно говоря, сегодня на свою собственную конференцию. То есть, потому что я понимаю, что я у вас отнимаю время. Я у вас его отнимаю. И я могу объяснить, в чем дело. Очень простая вещь. Смотрите. Смотрите. То есть, на самом деле, все очень просто. Я вам приведу пример. Ну, я думаю, что лидеры вам об этом рассказывали, потому что я с ними уже на эту тему разговаривал. Сегодня, в этом месяце, если ты делаешь плюс 3, вот сейчас до 21 числа, еще есть 18, 19, 20, 21, ты делаешь плюс 3, то за каждый раз, когда ты подписываешь человека на плюс 1, ну, в первую линию на 500, ты получаешь 10 единиц. Смотрите. Сделав плюс 3, ты получаешь 30 единиц. Вы понимаете, что на следующий месяц, вот, на следующий месяц, чтобы вам заработать 30 единиц, вам нужно будет подписать 15 человек в первую линию. Ну, потому что за подписание в первую линию вы получаете 2 единицы. Вы подписали одного, получили 2. Сейчас вы подписали одного, получили 10. То есть, если вы сейчас до 21 подписали плюс 3, то вы получите плюс 30 единиц. На следующий месяц человеку, чтобы получить 30 единиц, надо подписать 15 человек. Я задам вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, 15 человек за год подписывает много людей? Вот 15 человек за год. Это из тысячи сколько, из 10 тысяч сколько таких дистрибьюторов? Вот мы с Ларисой недавно разговаривали, буквально вчера или позавчера, и я ей задал вопрос. Сколько ты знаешь из своей организации в 15 тысяч человек, которые за год подписали 15 человек в первую линию? И она мне сказала, я таких не знаю, но может быть один, если какой-то есть такой, то это чудо. Вы понимаете, это значит, что когда 150 тысяч человек в сети, 150 тысяч, у тебя таких 10 человек. 10. Понимаете, 10. У вас сейчас можно сделать плюс 3, и вы станете 11. И у вас всего на всю компанию при 150 тысячах человек будет 11. Вы понимаете, что при одном миллионе дистрибьюторов, одном миллионе, то есть вас будет 67 человек. Вот представьте, миллион дистрибьюторов. Дистрибьюторов, не клиентов, дистрибьюторов. Миллион. И вас таких только 67 человек. И вы 68-й, потому что вы сегодня сделали плюс 3. Потому что на следующий месяц клуб, то есть вот новая единица, начнет работать в нормальном режиме. И будет получаться такая ситуация, что чтобы заработать 2 единицы, надо подписать им на очередь в первую линию. И люди, которые придут в мае, в июне, в июле, в августе, в сентябре, они будут вам завидовать. Они будут завидовать и не понимать, почему ты это не сделал. Почему ты не сделал плюс 3, почему ты не сделал плюс 5. Причем я могу вам сказать, что есть люди, которые очень четко сейчас в компании это поняли. Вот это они поняли. Они, может, не поняли ничего остального, но вот это они поняли. У них плюс 5 в первой линии, плюс 6, плюс 7 в первой линии. Они в первую линию пишут сейчас просто всех подряд. По одной простой причине, потому что они понимают, что сейчас, подписывая одного, ты получаешь просто 10 единиц, как за пятерых. То есть одного и сразу за пятерых, одного и сразу за пятерых. То есть вот это соотношение, понимание того, что если сегодня ты делаешь плюс 3, то даже при организации в 150 тысяч ты просто становишься 11. То есть их 10 таких, а ты 11. Вы представьте себе, сколько денег в фонде, когда 150 тысяч дистрибьюторов активно. Членов клуба, 150 тысяч. И у каждого из них по 1000 клиентов. Вы представьте себе, что это значит. Вы представьте, сколько денег с товарооборота, сколько денег с платежных систем, сколько денег с доставки, сколько денег с рекламных контрактов, когда 150 тысяч дистрибьюторов, и это только 5% от всего товарооборота всей сети клиентской. То есть это только 5%, клиентов 95%. Их там, грубо говоря, в 10 раз больше. То есть их просто в 10 раз больше. То есть 150 тысяч дистрибьюторов. И даже при таком колоссальном обороте получается, что у вас таких только 11 человек. Вот что значит сегодня, если ты делаешь плюс 3. Вот за месяц. То есть вы должны это понять для себя, то есть не для меня. То есть просто понять. То есть вот, понимаете, сейчас вообще секрет успеха, так или иначе, в бизнесе он заключается в концентрации, в умении сконцентрироваться на 100%. Вот прям сконцентрироваться. Это когда ты знаешь, что нужно делать, и ты на 100% концентрируешься только на этом. То есть больше ничего. То есть тебя не посещают никакие мысли. Ты не задумываешься о том, что там, как дела. Что там, как дела у собаки, у бабушки, у дедушки, у внуков, у детей. То есть там, что происходит с политикой, что происходит со звездами, с чем-то еще. Ты ложишься с одной мыслью, ты встаешь с одной мыслью. И так происходит каждый божий день. Каждый божий день, пока у тебя есть возможность. Да? И вот существуют такие специфические моменты в жизни, когда вы за короткий промежуток времени можете сделать огромные, колоссальные результаты. Это вот как сейчас, с 8 апреля по 21 апреля. И если сегодня, да, то есть ты сконцентрирован на 100%, то есть ты ложишься с одной мыслью, ты встаешь с одной мыслью. Ты думаешь только о том, как сделать, вот, в первую линию наибольшее количество членов клуба 500. Ты занят только этим. Тебя не отвлекает больше ничего. Тебе задают какие-то технические вопросы, ты думаешь, потом. То есть все после 21 апреля. Тебе там начинают задать какие-то возражения, вопросы, ты думаешь, потом. Тебе начинают какие-то проблемы в семье, ты думаешь, ребят, все откладываем. Все после 21-22 я ваш, мы все решим, все разрубим. У тебя начинаются какие-то вопросы, потом. Да? То есть вот все потом, после 21. И ты концентрируешься на 100% только на вот это. Все. Вот он секрет. Я могу вам рассказать, как это будет развиваться, потому что сегодня до 21 числа, то есть будут люди, которые там делают товарооборот, то есть они будут приглашать все новых-новых людей. Каждый день сейчас идут контракты, то есть их становится все больше, причем на работу в десятки раз больше, чем реальных контрактов. То есть на каждый один контракт, который проходит где-то порядка 20 людей, которые находятся на стадии принятия решения. То есть это все говорит о том, что сегодня, завтра, послезавтра, 21 числа, то есть будет просто огромное количество контрактов, заказов, людей, которые сегодня решают вопросы с финансами и так далее. И дальше будет время до конца апреля, то есть вся эта масса, которая не успела до 21 числа, она будет уже, ну как бы, добирать хоть крохи. Потому что, то есть до конца апреля, то есть вы знаете, будет действовать промоушн, то есть там за подписание, за вход в клуб получаешь 3 единицы, а не 10, и за подписание, они 5, и за подписание в первую линию ты получаешь там 6, а не 10. Разница существенная, очень сильная, но все равно останется еще какое-то время. Вам это доработает. Что это даст? Это даст, во-первых, очень большой взрыв по товарообороту, по первым линиям, по количеству заработанных денег по первой линии. Это даст очень большое количество квалифицированных людей новых в апреле месяце, новые чеки, новые результаты. Люди увидят, что можно зарабатывать тысячу, две, три, четыре, пять, шесть тысяч в месяц можно зарабатывать. Да, то есть люди поймут, что это реальная работающая модель. Вот она есть, вот они деньги. И ведь когда вы встречаетесь с людьми, это очень важно, когда вы способны ему показать, вот я стартовал, вот я начал, вот я заработал, вот я получил. Посмотри, как это функционирует. Ведь параллельно с этим компания, вот весь апрель сейчас, мы точно так же ведем определенные разработки программные, которые мы внедряем, как вы знаете, по итогам месяца. И, соответственно, точно так же у нас заготовлены определенные рабочие вопросы, когда мы будем работать короткие, то есть у нас будет такая технология, я сейчас не буду вам говорить, что и как, но будет такая технология, что мы работаем просто день-два, все вместе, допустим, на привлечение клиентов. Все. И это давать будет взрыв. Потом мы работаем день-два на привлечение дистрибьюторов. Это просто дум-взрыв. Потом мы работаем день-два на привлечение продавцов, да, то есть на площадку дум-взрыв. Мы делаем перерыв, день-два работаем снова на привлечение клиентов. Снова взрыв, да. Потом снова перерыв, день-два работаем снова на привлечение дистрибьюторов. А вот это очень четкая адресная система работы, которая приведет к росту и клиентской сети, и дистрибьюторской сети, и количества продавцов на площадке. Наложите это одно на одно и увидите, как все произойдет. Что в апреле это большие чеки с первых линий, большие чеки по итогам месяца. В мае, естественно, это большой энтузиазм, это подстегивает увеличение количества продавцов, увеличение количества клиентов, увеличение количества дистрибьюторов. Это все начинает, товарооборот, покупки, клиенты начинают все больше покупать. То есть и все, маховит раскрутился. Вот вы сегодня определяете сами, каждый из вас, мне бы хотелось, чтобы вы это понимали совершенно точно, что каждый из вас, чтобы совершенно четко понимал, что вот эти дни до 21 числа, сейчас каждый из вас определяет, сколько он от этого всего заберет. Вот сколько от этого всего вы забираете. Потому что делится все здесь и сейчас. Да, здесь и сейчас там 300 с чем-то подключений. То есть в каждом офисе там сидит какое-то количество людей, кто-то один, где-то 5 человек, где-то 10, где-то 20. То есть, но нас не так много. И вот на этих людей сегодня об этом знаем только мы с вами. Вот чем с большим количеством вы перейдете к 21 числу апреля, тем с большим количеством вы перейдете к концу апреля. Тем с большим количеством к концу мая и так далее. Понимаете, вот сейчас решается, да, то есть когда ты можешь поработать и подписать одного, но это тоже самое, что пятерых. Когда ты можешь подписать пятерых, и по сути это то же самое, что ты подписал 30, 40, 50, да. то есть в следующих месяцах, потому что это дает динамику расширения. Вот это сочетание вещей, то есть очень многие компании, знаете, они придумывают какую-то идею, они приходят с ней и говорят, мы там будем работать, ты им задаешь вопрос, а как вы это будете делать? Они говорят, мы пока не знаем, но как-нибудь сделаем. Ты говоришь, а вы это делали? Они говорят, нет, мы это никогда не делаем, но мы очень хотим. Люди нам верят, мы собираем на это деньги. Ну такой стартап. И это, безусловно, риск, очень большой риск. Но очень мало проектов, очень мало компаний, которые приходят на рынок уже подготовленными. Когда они знают, как создавать продукты, как создавать программы, как создавать доставки, как создавать платежные системы, как это должно все функционировать, они не прячут голову в кусты, они не меняют свои названия, не меняют какие-то направления. Они просто танком ползут вперед. Таких компаний единицы. Но это компания, которая становится компанией-единорогами, компаниями с миллиардными товарооборотами, То есть компаниями, как Avon, Apple, Amazon, Facebook – это компания, создающая огромные деньги, огромные ресурсы. Потому что, с одной стороны, они жутко технологичны внутри, они жутко сложны внутри, очень сложны. А с другой стороны, они снаружи очень простые, они очень понятные люди. К примеру, вы возьмете телефон iPhone, и он очень простой. То есть первые два дня каждый человек, который смотрит на iPhone, матерится, потому что, блин, все неудобно. Но после того, как два дня ты с ним поборолся, все. Все. То есть ты привыкаешь к этому, это проще парень репы, все понятно, интуитивно, и ты не можешь пользоваться ничем другим больше. Вот же о чем я говорю. Это очень простая вещь снаружи, но она жутко сложная внутри. Она жутко сложная внутри, то есть там камеры какие-то, память какая-то, все фантастически сделан, крутой экран безумный. Вы знаете, то есть иногда кажется, что он умней тебя, да, особенно если ты разговариваешь с Сиди, то вообще там фантастика. Вот, можно спросить там, Сиди, где спрятать тело, там, расскажи мне сказку, спой песенку. Вот, я один раз прикололся, сказал, то есть, у меня ребенок говорит, папа, прочитай сказку. Я взял телефон, сказал, Сиди, расскажи сказку. Она мне сказала, ты, папа, ты и рассказывай. Вот, и у меня дочка сказала, что она умнее, чем ты, папа, поэтому рассказывай ты. Вот, но вот что я, о чем я говорю, когда сверху очень просто, то есть то, что видят люди, а внутри очень сложно. Как Facebook, который очень простой внутри, ну, то есть вот визуально, но очень сложный снаружи, да, очень сложно внутри, очень тяжело сделано. Amazon, это очень просто, ты выходишь, ты покупаешь, но это очень тяжело внутри, это очень трудно внутри, но это и не надо понимать, да. То есть успех, он обеспечивается сегодня технологией, успех он сегодня обеспечивается тем, насколько вы внутри качественно, как компания подготовлена, насколько у вас технологичны все процессы, как это все происходит. Если этого нет, у вас может быть мега-идея, супер-фантастическая энергия, у вас может быть супер-энтузиаром, ничего не произойдет. Понимаете, то есть, ну, это, знаете, как космическая эра в свое время, там ракета космическая, она была, больше напоминала бомбу, на которой сидел человек и, блин, фигачил в небо, и никто не знал вообще, то есть долетит он, не долетит, вернется он или не вернется. И там, ну, представляете, ракета была механическая. Вы представьте, что ракета, в которой там летал Юрий Гагарин, у нее было компьютерных технологий точно так же, как сегодня в электронных открытках. Вы знаете, которую вы открываете, она пиликать начинает, там, пили-пили музыку такую делать. Вот у них количество компьютерных байтов было одинаковое. То есть, он летел на механической ракете, вы понимаете, на велосипеде просто, ну, вот это был просто велосипед механический. То есть, и сравните сегодня просто кофеварку, блин. Вот я не знаю, сравните просто, я не знаю, там, электрическую плиту, стиральную машину, ты подходишь. Вот у вас было, у кого было ощущение, что когда заходишь в магазин электроники, ты смотришь на стиральную машинку и ты думаешь, мы открываем портал в Нарнию, мы, это что, это черная дыра, мы начнем перемещаться по вселенным, ты кнопку нажимаешь, она загорается таким количеством цветов, что ты не понимаешь. То есть, что сейчас в данный момент происходит? Тебя лечат какой-то светотерапией. То есть, что, где кнопки? То есть, этих кнопок столько, что ты думаешь, я никогда это не выучу, да, потому что раньше было, то есть, стирать, не стирать. А сегодня, то есть, там, она может делать так, может так, может так. Ты думаешь, господи ты, боже мой, да, то есть, и это технология сегодня, понимаете? То есть, вот я говорю об этом. Раньше можно было просто иметь такую механическую ракету и фигачивать на ней в космос, и как бы это было здорово, это вы могли быть успешными. Сегодня нет, вы должны быть мега технологичной компанией внутри, мега, просто супер, да? А, скажем так, снаружи вы должны быть очень простыми и очень такими юзабилити, да? То есть, человек должен очень пользоваться вами, уметь. Он должен все видеть, должно быть все просто, должно быть все понятно, он должен четко понимать, что он делает. Это должно работать как часы, раз-два, раз-два, раз-два. Вот это то, что сегодня мы имеем с вами в руках. Но то время, которое мы сегодня с вами переживаем, в эпоху создания клуба 500, эпоху создания фонда клуба 500, то есть, мы закладываем, по сути, то есть, сегодня каждый решает, сколько процентов он будет забирать от рекламных контрактов. Вы поймите, что сегодня ваши акты рекламных, от доставочных систем, от платежных систем, и вот это решаете вы сегодня каждый день. Поэтому, дорогие мои друзья, я не хочу вас задерживать еще. Я со своей стороны хочу сказать только одно. Время тикает, часики тикают. То есть, тик-так, Юля правильно пишет, тик-так, оно уходит каждую секунду, каждую минуту. Сегодня у каждого из вас есть эта возможность дать людям, поделиться с людьми, рассказать о том, что это возможно, рассказать, что в этом можно принять участие, рассказать о том, что совместно это можно построить с компанией. Это можно использовать сегодня, с этим нужно создать свое состояние. То есть, это фантастическая вещь. И у вас на это есть время. Вот оно есть время сейчас. Вы знаете, я могу сказать, что в свое время мы людям рассказывали, я рассказывал о Базилайфе, говорил, ребята, вот есть новая технология, она сейчас только начинает работать, вот вы первые, пожалуйста, начинайте и так далее. Я могу сказать, что потом были люди, которые это поняли, которые решились, которые сказали, да, мы первые. И они начали работать, и они стали работать с тикетными программами. И потом, то есть, там реально существующий склад в Казани, на котором куча товаров приносил им каждому по 800 евро в месяц. До 800. 600, 500, 700, 800. Там склад Самара приносил там 300, 400, 500, 600. Склад Красноярск приносил там сотнями евро. Каждый месяц, каждый месяц он приносил деньги с товарооборота, не от балды. То есть, есть склад, он продавал огромное количество товара, и с этого товара прибыль, то есть, делилась между этими людьми, и они зарабатывали деньги. Сегодня мы с вами говорим о совершенно принципиальной другой технологии. То есть, это то, что делает это безграничным. То есть, сегодня каждый из нас с вами, у него есть возможность купить этот рынок между собой. Вот я бы хотел, чтобы вы это понимали, вот просто, чтобы вы это осознали, что за счет простых действий, за счет простых действий, каждый из нас с вами сегодня, абсолютно, я вам постарался объяснить, в чем логика. Почему мы, как компания, делимся деньгами. Почему мы создаем технологии. Почему мы отдаем им и вам. Потому что мы вместе с вами все это построим. Потому что это наиболее эффективно. Да, потому что это наиболее просто. Это наиболее понятно. Вам понятно, откуда деньги. Нам понятно. Вам понятно, за что вам деньги. Вам понятно, за что нам. нам понятно то есть все четко ясно и вот это совместное движение вперед сегодня это то что сделает вас успешным поэтому дорогие мои друзья я желаю каждому из вас как правильно писали плюс 5 каждому для 500 первую линию я желаю вам просто не спать до конца 21 числа то есть там пока она не кончится то есть сделать каждому 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 в первую линию по своей структуре огромное огромное количество членов клуба 500 с 1 поэтому не теряйте я вас умоляю не теряйте эту возможность использовать ее сейчас по максимуму я как никто то что говорил в самом начале знаю как это будет работать ребята это реально будет она реально будет работать уже сейчас видно с каким энтузиазмом мы только начали а с каким энтузиазмом люди это стали воспринимать как это пошло и ведь мы все с вами в том числе точно также клиенты этой площадке слушайте это все переплетается очень плотно поэтому мне кажется только первые дни того как пошел клуб 500 первые дни того как пошла пошел фон 500 то есть это уже говорит о том что нужно успеть от этого отгрызть как можно больше поэтому всем подписание в первую линию просто огромное количество спасибо большое вам всем за внимание дорогие мои всех обнимаю всем супер подписания хорошего дня отличного настроения спасибо большое всем пока